Это программа в центре внимания. Здравствуйте, я ее автор и ведущий Андрей Шляпников. Вашему вниманию главные события, острые мнения и все самое интересное, что оказалось в центре нашего внимания. Смотрите в этом выпуске. Сочинская оттепель. Что нового принесли трехсторонние переговоры? Брюссельский ответ. В каком теперь статусе пройдет встреча Алиева и Пашиняна на саммите Восточного партнерства? Любовь сильнее любых вакцин. Почему идеи Низамигенжеви актуальны и современны до сих пор? На неделе в центре внимания трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении. Эта встреча должна была пройти еще 9 ноября, в первую годовщину окончания Второй Карабахской войны. Но премьер-министр Армении Никол Пашинян встречаться отказался, сославшись на скорбную дату для Армении. Как гласит русская народная пословица, лучше поздно, чем никогда. Однако из-за медлительности армянского руководства за это время произошли новые столкновения на армия на азербайджанской границе, что привело к жертвам с обеих сторон. К сожалению, еще не все вопросы не инвалидированы. Я знаю и о инцидентах на границе, и трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут, получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы с вами, в том числе и сегодня, собрались для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Премьер Армении Никол Пашинян прилетел в Сочи раньше азербайджанского коллеги, но двухсторонней встречи с президентом России у него, в отличие от Ильхама Алиева, до начала трехсторонних переговоров не было. Спасибо за приглашение. Владимир Путин встретил Алиева, как всегда, очень тепло и подружески. Политики улыбались и были в хорошем настроении, в отличие от третьего переговорщика, премьера Армении, который был хмурым и поначалу показалось, что вообще не был настроен на позитивный разговор. Возможно, на него давил груз непрекращающихся протестов в Армении, где оппозиция выступала против его поездки в Сочи, а в целом против дальнейшего взаимодействия в формате лидеров трех стран. Поэтому Пашинян тихо, будто оправдываясь, решил сгустить краски. Но хочу подчеркнуть, что, к сожалению, ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года несколько десяток людей погибло уже с обоих сторон. И инциденты случаются и в Нагорном Карабахе. И с 12 мая всего года мы имеем фактически кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. И наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Конечно же, границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы, не демаркированы. Но государственная граница существует. И это суверенная территория республики Армения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев был спокоен как скала. Говорил с позиции победителя, поэтому ему не нужно было с колес идти в атаку на оппонента. Алиев поблагодарил российские миротворческие силы за хорошую службу. В зоне их ответственности ситуация стабильная, не было серьезных инцидентов, не было намеренных провокаций. Также Алиев еще раз напомнил, что за прошедший год Азербайджан неоднократно протягивал Армении руку дружбы. Скажу более того, мы также публично предлагали армянской стороне начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга и жить в будущем как соседи и учиться заново жить как соседи. Трехсторонняя встреча продолжалась около трех часов, за это время настрой Никола Пашиняна поменялся. Он начал мыслить позитивно, по крайней мере, это слово он повторил трижды. Хочу подтвердить, что у нас была очень позитивная встреча, позитивный разговор. Мы обсудили фактически все вопросы повестки. Это не была встреча для того, чтобы утаивать проблемы. Это была встреча, где мы открыто обсуждали все вопросы. И хочу отметить, что очень позитивно, что по многим вопросам мы уточнили позиции. И оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет никаких разночтений, как казалось бы, до этой встречи. Ильхам Алиев тоже был доволен переговорами. Они не были бесполезными. Видимо, за эти три часа были решены многие волнующие президенты Азербайджана разногласия. Сегодня состоялся очень обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор по этим вопросам. Мы открыто обсуждали наши планы, открыто обсуждали вопросы, вызывающие беспокойство у обеих сторон. И главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования споров, разногласий, думаю, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет более безопасной и предсказуемой. Лидеры стран подписали трехстороннее заявление. Владимир Путин озвучил три ключевых вопроса. Первое. До конца года создадут механизмы по демаркации и делимитации границы между двумя государствами. Второе. Гуманитарный вопрос. Азербайджан хочет получить карты минных полей, а Армения – военнопленных. И третье. Стороны подробно обсудили скорейшее разблокирование транспорта и коммуникаций. Это касается как железной дороги, так и автомобильного сообщения. То есть на встрече обсуждался в том числе и Зангизурский коридор. Но главное, чтобы не было войны. В завершении встречи Владимир Путин подарил Элихаму Алиеву и Николу Пашиняну символы мира и благополучия. Вот слева от меня видите наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским друзьям – оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом. Теперь нет сомнений, что дело пойдет быстрее. Стороны заявили о скорой встрече в Москве на уровне вице-премьеров для выработки механизмов по реализации рабочих документов. Уже через две с половиной недели в Брюсселе Алиев и Пашинян встретятся снова, где смогут с глазу на глаз сверить часы. Ведь до Нового года осталось не так уж и много времени. В мыслях Евросоюза брюссельская встреча Алиева и Пашиняна должна была стать первой после обострения на армяно-азербайджанской границе. Отказ Пашиняна ехать на трехсторонние переговоры в Россию 9 ноября в годовщину окончания Второй Карабахской войны на Западе восприняли как шанс перехватить пальму первенства у России. Глава Евросовета Шарль Мишель еще до того, как стало известно о встрече в Сочи, в телефонном разговоре предложил Алиеву и Пашиняну встретиться в Брюсселе и те предложения приняли. Но Владимир Путин опять оказался на шаг впереди и теперь встреча Алиева и Пашиняна в рамках саммита Восточного партнерства не станет резонансной. В пресс-службе российского президента заявили, что Владимир Путин по просьбе председателя Европейского совета Шарля Мишеля в ходе телефонного разговора проинформировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. В Сочи Пашинян заявил, что Нагорно-Карабахское урегулирование должно происходить в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Российские эксперты считают, что Пашинян намеренно бойкотировал переговоры 9 ноября, чтобы встретиться с Алиевым на территории Европы, но обострение на границе изменило его планы. Армения активно стремится включить переговорный процесс именно в своих западных союзниках, понимая, что в Соединенных Штатах, либо Франции, Армянской ОБСЕ, и в этом отношении МИДы. Этих стран, конечно же, настроения управляются в армянске. Так что да, это попытка перехватить Российную противу и вынести в процесс регулирования на Республике Касказе несколько иного содержания, во многом антироссийское. Европа, конечно, постарается преподнести эту встречу как историческую, но никаких прорывных решений в Брюсселе уже точно не будет. Создание механизмов по делимитации и демаркации границы без России нереально, так как советские карты находятся в Генштабе России. Транспортные коммуникации тоже так быстро не разблокируются. Единственное, что Пашинян может приехать в Брюссель с картами минных полей. Да и то вряд ли. Армения торгуется и хочет вернуть домой военнопленных, которых в Азербайджане справедливо считают диверсантами. Российские эксперты считают, что в Брюсселе Пашинян будет стараться набить себе цену перед западными покровителями. Основная цель у него, конечно, это стараться власти, назовите Азербайджану, выиграть для себя лучшие условия по переговорам, получить дополнительное финансирование, возможно, уже из европейских и американских фондов. Без сомнения, в Брюсселе Пашинян будет говорить об угрозе суверенитета, поднимать проблему так называемого статуса Нагорного Карабаха и зазывать иностранных миротворцев в Карабах. Это попытка Пашиняна опереться не только на Россию, которая фактически отказала ему в военной поддержке, и со своей стороны, и со стороны ОДКБ, тех пограничных инцидентах, которые были вот совсем недавно, попытка Пашиняна привлечь уже внешние силы, возможно изручиться поддержкой вводя соответствующего иностранного военного контингента на территорию Армении. Только желания армянского премьера не совпадают с его возможностями. Пока в Армении находится российская военная база, а в Карабахе российский миротворческий контингент, то появление там западных военных вряд ли возможно. Исключение сделали только для турецких военных, но они размещены на территории Азербайджана. А вот выполнить обещанные договоренности Пашиняну явно по силам, и для этого даже не обязательно лететь в Брюссель. На неделе в Баку прошел международный форум Низами Генжеви, мост между культурами. В 2021 году великому азербайджанскому поэту и мыслителю исполняется 880 лет. Президент Азербайджана Альхам Алиев объявил 21 год годом Низами Генжеви. В течение всего года в Азербайджане, а также за рубежом, прошли многочисленные мероприятия, связанные с творчеством великого мыслителя. В международном форуме, который подводил итоги года Генжеви, участвовали ученые, деятели, науки и эксперты из 15 зарубежных стран, а также государственные лица, руководители вузов, представители международных организаций и дипломатического корпуса. Низами является одним из величайших сынов азербайджанского народа. Вся его жизнь, деятельность, творчество связаны с Азербайджаном. Он не просто родился и вырос в Генже, но и всю свою жизнь провел там. Нигде больше он не жил и не творил. Низами Генжеви воспевал борьбу добра со злом, любовь, справедливость в обществе. Он освещал темы, которые актуальны во все времена. Он был не только великим поэтом, но и мыслителем, философом. Форум собрал ведущих международных ученых, исследователей и деятелей науки, изучающих богатое литературное наследие великого мыслителя. Форум стал платформой, где проводятся панельные дискуссии по темам влияния Низами на политические и социальные традиции на Ближнем Востоке. Низами Генжеви – взгляд на современный мир. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что творчество Низами Генжеви современно и в наше время. По мнению Швыдкова, в условиях пандемии и ограничений всем нам нужна большая мудрость и мужество, чтобы сохранить в своих душах любовь. Потому что любовь посильнее любых вакцин. В сегодняшней жизни, когда мы прекрасно понимаем, что все очень обустрено, все очень болезненно, все очень обустрено памятью войны, Низами Генжеви – этот форум, который проповедует идеи гуманизма, проповедует идеи добра, любви. Вообще любить в современном мире и быть справедливым в современном мире очень трудно. Но, уверяю вас, в эпоху, когда жил Низами Генжеви в 12 веке, это было не легче. И нужно было обладать огромной мудростью и огромным мужеством, чтобы проповедовать добро и любовь в мире, где лилась кровь. С этим суждением согласились все участники форума. И в совместном коммунике было отмечено, что бессмертные идеи и ценности гениального Низами вне времени и пространства. Учитывая, что большое культурное и богатое философское наследие Низами находит отражение и в современном мире, участники форума предлагают регулярно проводить подобные мероприятия в Азербайджане. Такие события оказались в центре нашего внимания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова